В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Многоэтажный дом или детский центр, что может появиться на месте бывшей наркологии. Православный женский день. Саровчане могут принять участие в региональном фотоконкурсе. Волга против старта. Определился чемпион города по баскетболу среди мужских команд. Далее расскажем обо всем подробно. Объединить усилия для социально-экономического развития города и повышения уровня жизни саровчан. Это одна из целей меморандума о сотрудничестве между органами местного самоуправления и Федеральным ядерным центром. Конкретным шагом в реализации этой задачи стала разработка программ сотрудничества по основным направлениям образования и подготовка кадров, развитие предпринимательства, здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также улучшение жилищных условий. Все эти программы были рассмотрены на прошедшем недавно общегородском форуме и сейчас обсуждаются депутатами. В них прописаны основные вехи развития, такие как привлечение молодых специалистов в сферу образования и медицины, повышение зарплат для работников социально значимых профессий, создание комфортных экономических условий для предпринимателей и другое. Три программы сотрудничества по направлениям образования, здравоохранения и предпринимательства депутаты рассмотрели детально и уже в ближайший четверг на заседании городской думы проголосуют за целесообразность их реализации. Решение будет примерно следующим. Проект решения есть. Заслушав по итогам общегородского форума и так далее, заслушав такие-то программы, решила признать целесообразным реализацию на территории города Сарова следующих программ сотрудничества. Но они перечисляются, потому что полномочий утверждать эти программы у нас нет, потому что они там и федеральные, и муниципальные, и так далее, в общем, интегральные программы. А вот признать целесообразную их реализацию, в том числе в рамках разрабатываемой нами стратегии развития города, это правильно. К другим новостям. В апреле освободится место председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Владимир Лутиков уйдет на пенсию. Поэтому совсем скоро будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Возглавить комитет должен человек с соответствующим образованием, знаниями и опытом. Свою кандидатуру на пост руководителя КУМИ сможет выдвинуть и бизнес-сообщество. С таким предложением к предпринимателям обратился глава города Алексей Голубев. До 11 марта в Центре поддержки предпринимателей ждут заявки в свободной форме от тех, кто хочет претендовать на пост председателя КУМИ. Каждый из кандидатов должен будет подготовить самопрезентацию. К 18 марта будет составлен список претендентов, лидера среди которых саровские предприниматели определят путем голосования. На основе ваших голосов будем определять для себя тех, кто может претендовать на замещение этой муниципальной должности. В ЦПП подчеркнули, такая форма выбора претендента на муниципальную должность – чистой воды эксперимент и желание услышать мнение бизнесменов. Именно предпринимателям чаще всего приходится взаимодействовать с председателем КУМИ. Предполагается, что бизнесменам раздадут приглашение, которое они смогут обменять на бюллетене и поставить галочку против выбранной фамилии. Все бы хорошо, но есть одно «но». Победа в голосовании не гарантирует лидеру пост руководителя комитета, а лишь дает возможность на участие в конкурсе на замещение вакантной должности. Впрочем, это право не отнимается и у аутсайдеров в голосовании. Также на участие в конкурсе могут заявиться все желающие. Вы сейчас предлагаете нам выбрать кандидат, который будет рассматривать комиссию КУМИ? Да, да, да. Просто мы выбираем человека. Кандидата. Кандидата. Кандидата будет выбрать комиссию, она может выбрать его, а может и нет. Естественно. Но у нас еще есть жители города Сарова, которые, возможно, изъявят желание также поработать председателем КУМИ. И они также будут участвовать в этом конкурсе. По сути, итоги голосования за кандидатов кандидаты на пост председателя КУМИ не будут иметь никакой юридической силы и лишь продемонстрируют мнение бизнес-сообщества, кого они хотели бы видеть на посту руководителя комитета. Обозначить свою позицию предприниматели смогут в день выборов и по тем же адресам, где саровчане будут голосовать за президента. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Семиэтажный дом или детский центр. В администрации представили проект планировки участка между улицами Менделеева и Суворова на месте старой наркологии. Напомним, медвотрезвитель не работает уже более 10 лет, а его сносе было объявлено летом прошлого года. Жителей этого района пригласили на публичное слушание, чтобы выслушать их предложение по поводу нового строительства. Публичное слушание – одна из немногих возможностей жителей повлиять на решение властей. Они проводятся для того, чтобы горожане могли высказать свое мнение по поводу того или иного интересующего вопроса. Таким для жителей нового района стал вопрос, что появится на месте бывшего медвотрезвителя. То, что его снесут, стало известно почти год назад. И горожане пришли с конкретным предложением, чего они хотят там видеть. В микрорайоне со сложившейся застройкой, где проживает множество семей с детьми, катастрофически не хватает элементов благоустройства и социальной инфраструктуры. Там хронически не хватает вообще мест для молодых семей с маленькими детьми. Вам, ребята, предложили полностью профилированный под детский досуг здание. Предложения специалисты администрации и члены комиссии зафиксировали, но рассматривать не стали. Проект планировки земельного участка был подготовлен до того, как спросили мнения жителей района. И пришедшим предложили уже готовое решение – проект строительства на месте старой наркологии и семиэтажного дома. Эта идея вызвала у жителей множество вопросов. И первый из них коснулся парковок. Согласно проекту, в этом районе появится еще 26 машин и мест. Вот только разместить их, по мнению жителей, на самом деле негде. Сбоку, в которой вы говорите, что вы увеличите парковочное место, ее некуда увеличивать. Она уже парковка на 10 машин, и она упирается в одну дорожку и в другую дорожку между Зерново 41, где идет увеличение. И вот это сбоку, в Менделеево 76, парковочное место, если вы внимательно смотрели, то там надо как минимум карман сколько делается? 5 метров для машины? 5,5. Так вы забор, вам придется сносить коттеджи. Строительство дома плохо может отразиться и на благоустройстве района. По проекту от улицы Суворова до улицы Менделеева появится сквозной проезд, который, по мнению жителей, и вовсе лишит их дворовой территории. Вы организовываете сквозной проезд, и, по сути дела, наш дом Зерново 41, он вообще отрезан всеми дорогами. То есть у нас с одной стороны идет Менделеево, здесь вот еще будет проезд, и у нас вообще нет никакой, как говорится, дворовой территории. Во время обсуждения благоустройства встал и вопрос о детских площадках в этом микрорайоне. Строительство новых проектам не предусмотрено, возводить их просто негде. Планируют лишь чуть расширить уже существующую. Я бы при данном проекте в эти добы не въехал. Во-первых, детских площадок нет. Вы говорите про детскую площадку, у которой около 39-го дома. А недавно жители 39-го дома выходили с местной инициативой, чтобы расширить, делать нормальную площадку. Им сказали, ребят, нельзя, коммуникации нет, никакой там территории. Мы мониторили все спортивные площадки нашего города. Могу вам заявить, что вот эта спортивная площадка, которую здесь вы говорили, это просто убожество. Она прилеплена к дороге, сейчас не помню по памяти, значит, у нее ширина где примерно метра три, длина метров двенадцать. Засыпано киском с галькой, стоят раскидвольные щиты. Есть вопросы и к высоте планируемого дома. Застройка микрорайона в основном малоэтажности, и семь этажей будут откровенно выбиваться из сложившегося пейзажа. Разве у нас на этом участке нет ограничений в пятиэтажности по посадочной площадке? Там девять этажей ограничений. Вот на этом участке. Восемь. А было уже пять? Нет. Же один в восемь этажей, да? У нас с вами пять ведь были, да? Или я не права на этом участке? У нас какое ограничение? Семь этажный дом, он пока не соответствует нашим правилам землепользования и застройки. Предложение и замечание горожан как крик души. Вот только будет ли он услышан. Конструктивного диалога жителей с представителями администрации в рамках публичных слушаний не вышло. Сравчанам необходим детский центр, а вот в планах у чиновников только строительство жилого дома. Вопрос. Конкретный вопрос. Можно построить там досуговый центр, а не жилой дом? Мы записали. Вы ответите мне. Это реально? Кроме жилого дома, какие вы еще варианты рассматривали по освоению этой территории? Вариант один – жилой дом. Какой он будет? Семьэтажный, пятьэтажный и так далее. Хорошо, я вас услышал. Активную работу по информированию граждан о предстоящих слушаниях администрация не вела. О мероприятии жители района узнали от инициативной группы. Да и на обсуждение вопроса по регламенту отвели всего 20 минут. То ли организаторы не ждали большого количества участников, то ли были уверены в том, что предложенный проект долгих споров не вызовет. Так или иначе, горожане выступили категорически против семиэтажки Назернова. Будет ли учтено их мнение – покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Мария Рунь, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Департамент образования просит откликнуться горожан, которые имеют возможность принять в семью брата и сестру 2004 и 2005 годов рождения, которые остались без попечения родителей. Более подробную информацию можно получить у специалистов сектора по охране прав детей по адресу улицы Гагарина, дом 6, кабинет 111. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская область может возглавить ряд приоритетных направлений в борьбе с онкологией. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Вероника Скворцова. Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин поручил на две трети увеличить расходы областного бюджета на высокотехнологичную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение льготников. В департаменте городского хозяйства рассказали о текущем состоянии льда на водоемах. По словам специалистов, самый внушительный покров сейчас сформировался на пруду Боровом, где он достигает 40 сантиметров. На реке Сайти слет чуть тоньше, от 20 до 30 сантиметров. Во многих местах лед размывает ключи, поэтому при выходе на водоемы следует соблюдать максимальную осторожность. Саровский драматический театр приглашает соровчен на примеру лирической комедии «Сильвия». Постановку режиссера Сергея Золкина по пьесе американского драматурга Альберта Генри можно увидеть уже в эти выходные. Первые спектакли пройдут 3 и 4 марта, начало в 18 часов. Билеты можно приобрести в кассе театра. В жизни каждого гражданина однажды наступает ответственный момент получения паспорта. Документ, удостоверяющий личность, наделяет своего обладателя определенными правами и обязанностями. На торжественной церемонии шестеро-четырнадцатилетних юношей получили паспорта из рук начальника полиции. У Никиты Тремаски на день рождения был месяц назад, но подарки юноша получает до сих пор. Паспорт гражданина России Никите вручили сотрудники миграционной службы и руководство полиции. С получения паспорта стало больше ответственность за приявленные действия. Сначала было волнение, затем промежутками радость. Всё равно испытываешь страх, что мало ли что может случиться. Получить главный документ гражданина Российской Федерации из рук начальника полиции предстояло ещё пяти школьникам. Андрей Чернышёв рассказал ребятам о правах и обязанностях, которые следует помнить любому жителю нашей страны. Сегодня очень торжественный день. Для вас вы получаете свой первый документ. Паспорт гражданина Российской Федерации. Вручение данного документа – это большая ответственность. На вас возлагаются определенные уже обязанности. Вы уже вышли с того возраста, когда какие-то правонарушения были просто детскими шалостями. Помимо паспортов, ребятам вручили ещё один символичный подарок – Уголовный кодекс Российской Федерации. А на память о торжественном событии у всех участников останутся фотографии. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Образ матери, православная русская красавица и женщина – представитель профессии, направленной на сохранение мира и спокойствия в обществе. Отдел культуры Нижегородской епархии организовал региональный фотоконкурс «Сохраняя образ мироносец», посвященный православному женскому дню. Работы принимаются в трёх номинациях. По итогам городского этапа определятся 10 работ, которые примут участие в епархиальном туре. Подробности далее. Взглянуть по-новому на женщин через объектив фотоаппарата и раскрыть их внутренний мир предлагает Нижегородская епархия в рамках фотоконкурса, который посвящен памяти жен мироносец. Задача фотографа – передать образ женской заботы, любви, теплоты и верности. Чтобы именно вот эти черты, которым посвящен праздник жен мироносец, чтобы люди научились воспринимать в тех женщинах, рядом с которыми они живут. Фотоконкурс – прекрасная возможность рассказать о достоинствах своих родных и близких женщин. Можно сделать постановочные кадры, обыграть традиционный образ русской красавицы, а можно запечатлеть женщину на работе или в кругу семьи. Я для себя задачу конкурса считал бы исполненной, если бы мы женский подвиг научились видеть в каких-то обыденных вещах, каких-то простых иногда, иногда бытовых даже совсем поступках. Обычная сыровчанка Алла Цепова подвига не совершала, но многодетной маме не до геройства. Накормить, поиграть, порисовать, пожалеть, похвалить. Воспитание детей, создание атмосферы тепла и уюта в доме, надежного тыла для мужа – вот непростая задача хранительницы домашнего очага. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Автор может представить от одной до трех фотографий – портрет или фотоисторию. Работа на конкурс принимается до 11 марта в электронном виде на почтовый ящик hdc.sobako.yandex.ru Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В Сарове завершился чемпионат города по баскетболу. Семь мужских команд сыграли матчи в два круга, по итогам которых определилась четверка лучших. В финальной игре чемпионата встретились команды «Волга» и «Старт». О том, кто стал чемпионом города по баскетболу, расскажем в следующем репортаже. В борьбе за золотые медали городского чемпионата в финальной игре встретились две сильнейшие баскетбольные команды – «Волга» и «Старт». На протяжении трех периодов с небольшим преимуществом лидировал «Старт». Но «Волга» отыграла почти каждый заброшенный мяч. Хорошая, ровная команда. То есть, умеет вовремя собраться, сконцентрироваться на игре. По игре это было видно, что они сумели нас догнать и вы даже выйдете вперед. Заключительный период матча показал, насколько сильна воля к победе у игроков «Волги». Находясь всю игру в роли догоняющих, спортсмены смогли собрать волю в кулак и сравнять счет на табло. Но судьбу матча решили пять минут дополнительного времени. Со счетом 101-87 победу одержал «Старт». «Волга» – серебряный призер, бронза у команды «Союз». И второй год подряд четвертое место занимают самые юные участники турнира – команда «Дюш-Икар». Очень нравится команда «Дюш-Икар», которая дает борьбу мужчинам. Им, конечно, тяжело, но они физически послабее, но уровень очень сильный у них. Городской чемпионат по баскетболу впервые проводился в два круга. Это дало возможность игрокам проявить себя, а болельщикам насладиться зрелищной игрой. По результатам матчей были награждены лучшие защитники, нападающие, снайперы и игроки, набравшие наибольшее количество очков в матчах. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.